МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За минувшие сутки позиции украинских военных более 40 раз подвергались обстрелу со стороны боевиков. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По его словам, террористы пять раз пытались штурмовать опорные пункты украинских бойцов. Возле населенных пунктов Старо-Игнатовка, Невельская, Попасная, атаки успешно отбитые. Противник с потерями отступил. Боевики и российские войска обстреливают украинских военных из минометов, ствольной реактивной артиллерии, танков, систем залпового огня и стрелкового оружия. Одновременно производится перегруппировка российско-террористических войск. В частности, дополнительные подразделения перекидываются в район Дебальцево, Счастье, Лисичанско и Вергулевки. Ситуация с гибелью представителя Международного комитета Красного Креста в Донецке равносильно взятию в заложники сотрудников ОБСЕ. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины. В ведомстве считают, что этот случай направлен на запугивание представителей международных организаций, которые прибыли с гуманитарной миссией на Донбасс. В отечественном МИДе выразили соболезнования в связи с гибелью сотрудника Красного Креста и подчеркнули, что причастные к этому преступлению лица и организации должны быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами украинского и международного законодательства. Накануне Международный комитет Красного Креста подтвердил, что один из его сотрудников погиб в Донецке во время артобстрела. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает к прекращению огня на Донбассе. Об этом заявил председатель ОБСЕ, президент Швейцарии Дизьебург Хальтер. Он назвал безответственными попытки поставить под угрозу шанс до эскалации конфликта. Председатель призвал немедленно прекратить боевые действия на Донбассе. Дипломат подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня. Бург Хальтер возмущен убийством десяти мирных граждан при обстреле школы и маршрутке в Донецке, а также гибелью сотрудника Международного комитета Красного Креста. По его словам, очень важно обеспечить безопасность работников гуманитарных организаций и местного населения в соответствии с международным гуманитарным правом. Парламентская ассамблея Совета Европы признала наличие регулярных российских войск в Украине. Это решение было принято на пленарном заседании по сынокануне. В итоговой резолюции говорится, что Россия поддерживает боевиков на востоке Украины, а также осуществляет прямое военное вмешательство в конфликт. Ассамблея призвала Москву прекратить пособничество боевикам и вывести войска за границу нашей страны. В документе также упоминается о незаконности аннексии Крыма. Его текст призывает Россию отменить свое решение и вернуть полуостров в состав Украины. Россия угрожает миру не менее, чем исламисты. Об этом заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая на стратегическом форуме Америки и Центральной Европы в Вашингтоне. Она призвала международное сообщество не преуменьшать угрозы российского вмешательства в Украину на фоне мировой борьбы с экстремизмом и терроризмом исламского государства. Также Нуланд убеждена, что санкции Штатов и Евросоюза оказывают глубокое влияние на экономику России. Таким образом, они помогут разрешить конфликт на востоке Украины мирным путем. При этом Виктория Нуланд подчеркнула важность выполнения минских договоренностей, которые, по ее мнению, Украина соблюдает в большей степени, чем Россия. Угроза исламистов для Центральной Европы так же велика, как и со стороны России. Мы верим, что давление, которое США и ЕС оказывают на Москву с помощью санкций, глубоко влияет на российскую экономику. Нам нужно помочь Украине защитить себя. Белорусские миротворцы готовы отправиться в Украину. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Евроньюз. По мнению одиозного политика, именно это станет решением украинского кризиса. Заманчивое предложение бессменного главы Белоруссии пока не нашло поддержки ни одной из сторон. Белорусских миротворцев в Украине не ждут. По словам Лукашенко, свои предложения по нормализации обстановки в нашей стране он представил, когда конфликт только начинался. Если нужно, это для меня очень опасная и страшная вещь, коль есть недоверие России к Западу, Запада к России, Америки к России, России к Америке, и есть недоверие воюющих сторон, я готов был бы использовать и свои вооруженные силы для того, чтобы развести конфликтующие стороны. Возобновление боев на Донбассе станет катастрофой для всего региона. Об этом заявил генсек организации объединенных наций Пан Гемон. Он считает, что новые полномасштабные боевые действия на востоке Украины скажутся далеко за ее пределами. Кроме этого, лидер ООН подчеркнул, что в Украине за последнее время зафиксирован опасный всплеск боевых действий. Он также отметил, что его шокировала смерть сотрудника миссии Красного Креста и обстрел школы в Донецке. Пан Гемон призвал все стороны строго придерживаться своих обязательств в рамках минских договоренностей. Он подчеркнул, что сейчас, как никогда, нужно удвоить усилия по мирному урегулированию кризиса. В Украине. Российский Первый канал несет прямую ответственность за содействие терроризму, заявили в Госкомитете телевидения и радиовещания Украины. Цитирую. На совести журналистов этого канала смерть и кровь мирных людей и бойцов украинской армии, которые защищают родную землю от российско-террористических агрессоров. Это реакция на сюжет, где показано, как боевики ДНР ведут огонь из окон жилого дома в направлении Донецкого аэропорта. При этом автор материала, корреспондент Первого канала Сергей Зенин, не скрывает, что в здании живут мирные граждане, которые могут стать жертвой ответного огня. Работает сейчас АГС, это автоматический гранатомет в сторону аэропорта, потому что там активизировалась украинская армия. АГС сейчас будет опять менять свою позицию, потому что вполне возможно, что прилетит ответка. С нетипично жестким для российских бизнесменов заявлением выступил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Во время инвестиционного форума Россия зовет. Он раскритиковал ситуацию в экономике и уровень управления в стране. Греф напомнил, что развал у Советского Союза способствовало незнание экономики руководителями. По его словам, в России немыслимые сдержки, например, в исполнении федеральных целевых программ. Бизнесмены стоят в очереди не на открытие производства, а на выезд из страны. А инвестклимат подрывают громкие уголовные дела с целью передела бизнеса. Также Греф подчеркнул, ГУЛАГам мотивировать людей нельзя. Нам очень важно делать уроки из собственной истории. Нам нельзя допустить повторения той же самой ситуации. У нас высокие цены на нефть, на неспадающий тренд. У нас громадные структурные проблемы. Советский Союз 50% потребляемого зерна ввозил. Всю нефть продавали за то, чтобы купить зерно в Соединенных Штатах Америки и завести его обратно. Мы сегодня завозим почти все. Когда мы говорим о том, что, слава богу, курс пошел вниз и импорт прекратится, я вздрагиваю. Потому что каждый думает о чем-то своем. Я-то думаю о том, как мне строить высокотехнологичную компанию, а я сижу полностью на импортном продукте. Эскалация конфликта на Украине способна спровоцировать нарушения на мировых финансовых рынках. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. По ее словам, основная задача МВФ заключается в том, чтобы помочь мировой экономике измениться и преодолеть новые вызовы. Лагард также отметила, что с начала кризиса на Украине фонд работал над быстрым изменением некоторых из своих финансовых инструментов, реализовывал новые программы и предоставлял консультации. Глава МВФ акцентировала внимание на том, что наиболее важным для Украины сейчас являются макроэкономическая стабильность и стабильность банковского сектора. Длительный конфликт на Украине и его последующее продолжение может спровоцировать нарушение цен на сырьевые товары в финансовых рынках и торговле. Это большие риски. Мы надеемся, что конфликт не будет развиваться. Ведь эти действия связаны с огромными человеческими страданиями. Мы не можем просто игнорировать это. Национальный банк подготовил изменения к положению предоставления стабилизационных кредитов Банкам Украины. Они связаны с необходимостью стабилизации банковской системы, которая ощущает сильный отток депозитных средств. Согласно предлагаемым нововведениям, сроки заимствований продлят, а их стоимость будет рассчитываться, исходя из учетной ставки плюс полтора процента. Об этом заявила председатель НБУ Валерия Гондарева на совещании с главами коммерческих банков. Также она подчеркнула, регулятор продолжит работу по реформированию валютного рынка Украины. В частности, Национальный банк активизирует совместную работу с правоохранительными органами по ликвидации теневого валютного рынка и конвертационных центров. Как только ситуация стабилизируется, НБУ снимет административные ограничения и вернется к рыночным инструментам. Административные меры, которые использует НБУ, вынуждены и краткосрочные. Все понимают, что такими методами проблемы не решаются. Как только ситуация успокоится, можно будет быстро возвращаться к рыночным способам урегулирования рынков. Валерия Гондарева, председатель НБУ. И далее о том, какие события ожидаются сегодня в Украине и мире. Еще увидимся. До встречи. Революции в Украине. Какие уроки нам необходимо вынести, чтобы понять причины и следствия национальных революций? Благотворительный проект. Искусство, которое спасает. Известные украинцы представят фотографии военных, которые после тяжелых ранений в зоне АТО остро нуждаются в помощи. Налоговая реформа в Украине. Что она принесет стране, расскажут международные отечественные эксперты финансовой сферы. Избранный президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер завершит неофициальный визит в Грецию. В Афинах он проведет переговоры с премьер-министром страны Антонисом Самарасом. Ранее Юнкер возглавлял правительство Люксембурга. Сегодня Всемирный день улыбки. Впервые празднование прошло в Устере, штат Массачусетс, 1 октября 1999 года. Всемирный день улыбки призывает всех к доброте и милосердию. В этот день организуются различные благотворительные мероприятия.